КОНОР МАК ГРЕГОР Я вам советую заняться развитием внимания и наблюдательности. И в развитии этих навыков вам поможет онлайн-сервис Викиум, где собрано большое количество упражнений и тренажеров. После предыдущей моей рекомендации он многим понравился, поэтому те, кто еще не зарегистрирован там, можете сделать это сейчас. Ссылку я оставлю в описании. Во-первых, экспрессивное, эмоциональное и конфликтное поведение бойцов в большинстве случаев является неотъемлемой частью шоу. Когда созревает какой-либо конфликт перед боем, то это поднимает интерес аудитории, и, соответственно, внимание и продажи повышаются. Но эта деталь в нашем случае несущественна, ведь я анализирую само поведение в таких ситуациях, а то, что мне покажется фальшивым или недостаточно ярким в качестве примера, я рассматривать не буду. И во-вторых, психологическое подавление противника – это еще не залог победы в самом бою, как, например, произошло в ситуации с Майвезером, но, безусловно, является преимуществом, если силы обоих противников примерно равны. Не могу сказать, что я одобряю такое поведение МакГрегора, но он ведет себя эмоционально, дерзко и харизматично, а публике такое нравится. Но, тем не менее, я не могу советовать вам придерживаться такой модели поведения. И помните, жесты и другие невербальные сигналы я буду оценивать в зависимости от ситуаций и обстоятельств. Если у другого человека в жизни другая базовая линия поведения или контекст, в котором используются жесты, то и значение может быть другим. Жест не может иметь одно-единственное значение. Посмотрите, как он вторгается в личную зону противника и смотрит прямо в глаза. Он напирает своим корпусом. Противник, в свою очередь, отвечает взглядом, но не так заинтересован в противостоянии и замер на месте. После взгляда противник поджимает и прячет губы, что является сигналом сдерживания негативных эмоций. Плюс поднял руку и начал подергивать ей, что выдает его нервозность и переживания. Думаю, что сейчас он начал испытывать неуверенность. Макгрегор, в свою очередь, держит лицо спокойно, держится уверенно, принимая позы, не дергается. Тут, скорее всего, почувствовав, что ситуация очень спокойная и стабильная, начинает предпринимать дальнейшие действия по провокации. Снимает очки и начинает торгаться в личную зону противника все ближе и ближе. Это делается намеренно, чтобы вызвать дискомфорт у своего оппонента. И он пытается вывести собеседника из себя, создав нестандартные ситуации, высмеивая своего противника. Стоит отметить, что оппонент в этом взвешивании ведет себя достаточно уверенно и достойно. Давайте посмотрим на поведение бойцов в следующей ситуации. Коннор, стоя на весах, заряжается, набирает воздух в легкие, и далее вступает в действие эффект эмоционального заражения. Который получает наибольшее распространение в толпе. Это заставляет зрителей неотрывно смотреть за объектом, который распространяет эту эмоцию и быть практически на одной волне. Он демонстрирует, мол, вот я здесь, я с вами, я готов радовать вас. Это правильный ход, так как атмосфера располагает такие эмоции, и Коннор сразу располагает себя к аудитории. Он использует это довольно часто, и не только он, но и многие другие бойцы тоже. Но у некоторых это выходит наигранно и неестественно. А как ведет себя Альварес? Он смотрит на аудиторию и сжимает губы, что означает контроль и сдерживание эмоций. Тут также мы видим натянутую улыбку, и таким образом он выдает свое переживание и беспокойство. Он не заговорил с толпой, он не подарил и не разделил с ней часть своей эмоциональной энергетики. Поэтому в данной ситуации он будет выступать один, а против него МакГрегор и зрители, которые более охотно поддержат его. Уверенное и неуверенное состояние мы можем проследить тут по количеству телодвижений, которые выполняют противники. У обоих происходит битва взглядов, но по сравнению с Альваресом, Коннор МакГрегор просто напирает на противника, сверлит его взглядом, подбородок его приподнимается, смотря сверху вниз. Когда Альварес в это время делает большое количество движений руками, отвлекаясь на что-то, первый отводит взгляд и уходит, что выдает его беспокойство. Делая отступление, хочу сказать, что в таких ситуациях даже не важно, то действительно ли вы спокойны или скрываете беспокойство. Само такое поведение внушает уверенность в глазах других людей, вашего противника или вас. Давайте рассмотрим взвешивание с Майвезером. Коннор ведет себя достаточно стандартно для себя. Я бы хотел заострить внимание на флоде Майвезере. Да, конечно, он победил и все такое, но тут мы видим, как у него появляется легкая неуверенность. И в чем это проявляется? Сначала может показаться, что он уверен в себе, так как побородок приподнят и смотрит прямо в глаза. Но обратим внимание сначала на руки. Они образовали частичный барьер, что является признаком дискомфорта и неуверенности в данной ситуации. Такую же информацию можем увидеть в ногах. Когда Коннор напирает, тот маленькими шагами отстраняется и отходит. Плюс моргает глазами, когда оппонент кричит ему прямо в лицо. Тут можно расценивать как блокировку глаз в случае страха. Хоть и глаза не зажмуриваются на несколько секунд. Когда человек пугается или чувствует опасность, он подсознательно хочет закрыть глаза. Также нервозность проявляется в его дерганиях и покачиваниях тела. Тут он отталкивает Коннора. Якобы тот соблюдал дистанцию. С учетом всех сигналов, что мы с вами наблюдали до этого, это является признаком дискомфорта. И он хочет увеличить дистанцию, дабы почувствовать себя более спокойно и уверенно. Хотя тут, на последней пресс-конференции перед боем, оба оппонента выглядят наравне. Нет явного проигравшего в этой битве взглядов. Хотя совсем недавно, когда мы смотрели с вами другой отрывок, ситуация была противоположна. Я также хотел бы рассмотреть этот момент, так как, на мой взгляд, реакция противника по сравнению с другими. Одна из наиболее достойных. Коннор Макгрегор в своем фирменном стиле пытается вывести и спровоцировать собеседника, дабы вызвать конфликт ради шоу. Но тот, в свою очередь, достаточно спокойно держится и не реагирует на провокации. Зная, чего тот добивается. И нельзя сказать, что он не уверен, раз не дал ответную реакцию. Но для большинства публики это является недостаточно интересным. Рассмотрев все взвешивания с Макгрегором, я заметил некоторые особенности, то, что касается в плане провокации психологического подавления. То все строится на нескольких вещах. Это физический напор путем входа в личную зону противника, уверенным взглядом прямо в глаза, спокойным либо сильным эмоциональным поведением, с четким и ровным использованием жестов без лишних телодвижений и отвлечения на мелочи. И то, что строится на коммуникации, это высмейвение противника, провокация и эпатаж. Например, на этой конференции. Давайте рассмотрим, как он высказывается о своих противниках. Для начала он приводит неоспоримый аргумент, с которым трудно не согласиться. И ставит себя во главе всего этого движения, говоря, что он будет творить историю, а вокруг люди просто ресурсы, которые нужны ему для достижения его цели. В его речи нет прямых оскорблений и ругательств, которые бесспорно поставили бы его в проигрышное положение. Он принижает возможности и достижения соперника, смешивая это аргументами и преувеличенными фактами. Он не говорит в контексте равных отношений между людьми. Он изначально ставит себя как главным героем в фильме и говорит про других, как про второстепенных персонажей его фильма. Например, злодеев, которые попадаются на его пути. Он также принижает своих соперников, говоря о них в контексте того, что они ведут себя как маленькие дети или слабохарактерные личности. Неосознанно ставит себя выше, опять же, своих соперников. Подчеркивает свою статусность и роль главного героя еще тем, что дает понять, что он рулит ситуацией и сам выбирает, с кем драться, а с кем нет. Он руководитель положения. Он не боится возвысить себя и ставить себе сверхцели и сверхзадачи. Возможно, если бы Конор проиграл все бои до этого, а не выиграл, то его бы восприняли как шута и пустослова, и подобные речевые бы техники не выглядели бы так эффективно. Поэтому повторюсь, что необходимо учитывать ситуацию и личность человека. Вот еще интересный момент. Не успев ответить до конца, Конор перебил Рафаэля и высказался. То, в свою очередь, говорит, мол, раз вопросы задаете мне, отвечает он, то задавайте через него мне. Тем самым показав свою невозможность контролировать исход беседы и скинув ответственность на другого. Конор же подхватывает этот момент и ставит в себя опять выгодное положение. Он говорит и показывает, что он контролирует ситуацию и делает то, что и когда считает нужным. В очередной раз демонстрирует свое доминантное положение. Моменты его коммуникативного противостояния можно разбирать бесконечно. Но основная суть, надеюсь, понятна. В персоне Конора МакГрегора можно относиться по-разному. Я уже предвижу недовольные комментарии в отношении к этой личности. Ведь, как мы знаем, кто добивается большого успеха, то найдутся люди, которые найдут к чему докопаться и осудят. Не могу сказать, что полностью одобряю подобную тактику, как у него, но на его примере я хотел продемонстрировать то, как происходит похожее психологическое давление в жизни. Подобными приемами могут пользоваться многие люди, которые будут попадаться вам в жизни. На интуитивном уровне подобное поведение можно отследить, но увидеть детали, как это происходит, не менее важно. Чтобы в результате суметь противостоять этому или оградиться от подобных приемов. Где с этим мы сталкиваемся в жизни и чем вам помогут эти знания? Возьмем один пример. Наверняка с вами или с вашими знакомыми происходила подобная ситуация. Есть определенный авторитет, неважно где, в классе у вас или в жизни на улице, который явно нагонял страх на других. И те люди, кто признавали его силу, психологически прогибались под него. И если дело доходило до драки, то неосознанно признавая его силу, даже не давали сдачу или делали это совершенно незначительно. Боясь того, что он может бить и покалечить еще больше. И соответственно терпели поражение. Это яркий пример того, как человек подался психологическому давлению и уже проиграл до того, как завязался конфликт. А бывали случаи, когда человек чувствовал в себе силу и уверенность, не велся изначально на провокации и давал отпор этому человеку. В некоторых случаях даже тот авторитет еще подходил и сам мирился. Но если вам понравился выпуск, то ставьте палец вверх. Можете подписаться на канал, если интересно увидеть новые выпуски. Жмите на колокольчик, чтобы увидеть их первыми. Если остались какие-либо вопросы, то пишите в комментарии. Я постараюсь ответить каждому, особенно тот, кто пишет адекватно. Также в комментарии можете писать тему, на которую вы хотели бы увидеть следующий выпуск. Я обязательно рассмотрю. Если подробнее хотите ознакомиться с темой профайлинга и невербальной коммуникации, то научные работы и ссылку на литературу я оставлю в описании. Самое главное, следите за людьми и не оставайтесь в дураках. Скоро увидимся.